В этот день двери всех домов открыты. Здесь ждут ребятишек. Они приходят сюда за подарками. Считается, что чем больше детей придет к вам в дом, тем больше будет благополучия, счастья и добра. Дети от мала до велика выходят на охоту за сладким. Здесь есть свои излюбленные места, где можно раздобыть вкусные конфеты, мороженое и йогурты. Холодно? Холодно. А ты что без перчаток? У меня они теплые руки. Ну покажи нам у локтов свой. Что удалось? Вороженый, чепочился. И на сколько хватит? На неделю. На неделю хватит? С кем-нибудь делиться будешь? С сестренкой. На сладкую тропу выходят даже малыши. Тем, кто передвигаться не в силах, помогают родители. Самые нетерпеливые съедают трофеи прямо на улице. Частенько пакеты со сладостями не выдерживают и рвутся. Самые удачливые приносят домой до 10 килограмм конфет. К вам сегодня уже заходили ребятишки? Заходили с утра уже, с полдесятого они ходили. А мы когда маленькие были, мы еще раньше ходили в 6 утра. А сейчас дети уже как-то... Современные дети попозже ходят. И нам радостно, что мы раздаем, и детям радостно, что сладостей... А куда складывали? Сейчас говорят, в рюкзаки складывают. А раньше у нас мама шила вот такие тряпочные эти, как его... Мешочки, мешочки, связочками. Мы вот сюда повешаем, вот тут она завязана, вот так она, вот такая. До самого низа идем еле, еле, еле. Очень радостно, когда детям раздаешь. Самые такие благодарные это дети. И стараешься самые лучшие, красивые, хорошие, вкусные, настоящие, дорогие конфеты покупать. Традиция сладкого Сагалгана пришла из глубины веков. Заходя в гости, дети поздравляют старших, а те их одаривают конфетами. Чем лучше ты себя проявил, тем больше получишь сладостей. Как на детской на площадке я катался с горки, Ни на лыжах, ни на санках, прямо на ребенке. Эх, ох, дядя, отпустите. Сколько примерно ребятишек в день вот заходит к вам? Вообще с утра до вечера где-то, ну, 300 может детей. Вы заходите и спрашиваете, ты чей, да? Расскажи вот это еще, пожалуйста. Да, это интересно. Если мы не знаем, например, кто, что за ребенок, откуда он, кто его отец, мы спрашиваем, чей ты, и он нам говорит. Уже полностью, начиная с дедушки, бабушка, папа, мама. Не в силах унести конфеты, дети забегают на несколько минут домой, чтобы разгрузиться. Ну и заодно похвастаться уловом. У меня полная, я пришел разгрозить сейчас. Ой, ну давай, где твой совсем полный? Да, там всех. Разгрозила сейчас! О-о-о, помогай. Здесь это у меня, может, в новое лицо. С маленькой Арюной конфетами поделился старший брат Залто. Девочка не скрывает радости и раскладывает добычу по вкусу. А ты сейчас что делаешь? Конфетки сделаю. Ты их по кушкам раскладываешь? Да. А как ты их раскладываешь? Аккуратно и ровно. Какие самые вкусные? Вот эти. Пока дети ходят по дворам, взрослые делают подношение богам. Молятся и готовятся к празднику. В первую очередь мы, конечно, открываем это. Целый год закрыто. Только на Сарангамбутуды открывается вот это. Вурхан. И сегодня открываем. И для Вурхана это тавак. Это здесь белые конфеты и мучное. И чай открываем, и чистим. И вот это все убираем с пыли и зажигаем. Вечером золо лампадку поставим. А днем уже одесса благовония. Пусть это год синей деревянной лошади принесет нам счастье. Всем, всем, всем. В соседнем доме готовят праздничные блюда. Дарима Цедыпова уже приготовила домашнюю колбасу сальтисон. Осталось налепить 300 поз. Я делаю позы. Вот дети приехали сагалить. Их тоже надо не только конфеты кушать. Им надо, чтобы горячая пища была. Национальное блюдо, позы. Я, например, правильно делаю. По солнцу. Обычно в городских позных делают наоборот. Это уже у них неправильно. Вот откуда солнце заходит, а по этому по солнцу и так вообще древними так и начались. Должно все по солнцу. Против солнца кто пойдет? Семья Цедыповых в эти дни соберется в полном составе. 63 человека. И это только самые близкие. Традиции и обычаи они передают из поколения в поколение. Маленький Тимурка сегодня тоже приобщился к празднику. Много конфет ему нельзя, а позы – пожалуйста. В советское время Сагалган был запрещен, но тайно его всегда отмечали. В Советский Союзе там что-то запреты же были. А мы ночью ходили все равно. Своим учителям ходили, учителя открывали нам втихую. Потом ничего не говорили. Говорили – Сагальки. А там, чтобы никто не знал. Мы сагалили, да, собирали конфеты. После школы. Для четырехлетней долгармы этот праздник самый любимый. Это возможность себя показать и на других посмотреть. Я люблю конфет. И мороженое люблю конфет. Эта долгарма очень любит конфеты и мороженое. Да. Давай всех поздравим с праздником. Сагал. Сагаль. Ганар. Ганаль. Суя, лилия, лилика. В лесу она росла. Росла. Зимой и летом. Толина. И летом толина. Надежда Хлыстова. Алдар Домбаев, село Ацагат, Заиграевский район. Ну, теперь можно идти домой, есть конфеты. Нет. Дальше пойдем собирать. Мы идем. Дальше пойдем собирать.